По добра упорядкованию и наведению парадку на земле, треба ориентоваться на европейские стандарты. Про это и шла размова на суместном выездном посаджении Могилевского облсовета депутатов и облвыконкама. И оно прошло в Славгородском районе. Так само на сессии обмерковали программу развития поуднево-усходного региона Могилевщины. Народные обранники наведали новую вытворчасть и объект туризма у вёсцы Гайшин. Вёска Гайшин Славгородского района отражается у многим зякучи открытия лесовы творчого предприемства. И оно хоть и молодое, однако у района забеспечивая амаль треть экспорта. Занятые тут лечи усё процедольное населенство вёске. Тут были сельгаз-майстерни. После Чарнобыльской катастрофы усё пайшло в заняпад. Мясовый предприемальник открыл новую вытворчасть. Даречи, корыстается усими льготами по 235-му указу развития поуднево-усходного региона Могилевщины. И сё лето объём реализованной продукции предприемство повеличило у пять разов у пораунаний с леташним першим кварталом. Они поставили новое оборудование на 200 миллионов рублей в 2015 году. Ну, раз создали новые рабочие места, естественно, и больше производить начали. На предприемстве различивают у разы повеличить объём выпускаемой на экспорт продукции, тякают же новые сушильные камеры. Пирамовы зараз идусь с немецким инвестором. А кроме того, засновальники леса Нарихтовчика предприемства створяют у вёстыхайшин объект туризма. Слау Гречина притягивает своими брендами сыроваров и пчеляров. Прошу вас попробовать. А вот он домашний пока сыр. Это коровьего молока? Да, коровьего молока. Развитие пчеловодства – очень перспективное у нас направление в нашем районе. А туристы много приезжают? Приезжают, да, на Голубую Краницу ко мне приезжают. Спели, комната у меня сделана для дыхания улевым воздухом. Слау Грецкий район – як приклад для інших по развитию пауднево-усходного региона. Отзнашили на сессии Аблсовета. Первые ростки уже есть. Конечно, это не всё то, что хотелось. Сказываются определённые экономические условия и так далее, и так далее. Но бизнес пошёл. Я глубоко убеждён и уверен, и надеюсь, что это только начало вот этого пути. На суместном посередине размова шла про наведение парадку на земли. Шестиню насильных пунктов одразу зауважают гости. Отзнашил керавник в области Владимир Доманевский. Становшую репутацию треба подтримливать. Где-то работа тронулась, есть позитивные изменения. Где-то кадры сегодня ещё и выжидательны. Смотрят, о чем это закончится. Может быть, это очередная компонент, компонентщина. Я думаю, что кто так думает, он глубоко заблуждается, потому что есть соответствующее получение главы государства. И наша страна должна выглядеть соответствующей. Як отзначили удельники посереджения, по доброму парадкованию и наведению парадку на земли ОРН-тыр треба брать на европейские стандарты. Татьяна Сергеевич, Виталь Алексеенко, Новинергия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин